Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я решила вам показать, как я отправляю заказы. У меня уже было такое видео на канале, но оно немного старое, и сейчас я уже могу вам рассказать немножечко побольше, наверное, это не точно. И, кстати, в конце видео будет еще небольшой опросик для вас. Так что я надеюсь, вы поможете мне и ответите на мои вопросы. А сейчас давайте немножко расскажу о том, как я отправляю заказы и вообще, почему стоит отправлять их красиво. В том плане, что вы должны делать это аккуратно и, не знаю, просто аккуратно. Это самое главное, чтобы работа не повредилась. Когда человек доставал и получал ее, он чувствовал приятное ощущение, что он не зря заплатил деньги. Наверное, расскажу сначала про маленькие форматы, как их можно отправлять, потому что это самый легкий вариант. Например, форматы от А6 до А4 можно отправлять спокойно в конвертах, потому что именно до такого формата Почта России принимает бумагу именно в конвертах. Форматы чуть больше уже можно отправлять в Тугусах, да, и я про почту тоже отдельно расскажу, потому что у нас была ситуация буквально вчера, где нам ебали мозг некоторые девушки на Почте России. У меня есть вот такие вот конверты. Я постараюсь, наверное, не говорить, что за сайт, потому что вы сможете его найти сами. Обычно подобные вещи вы можете заказывать оптом где-то у больших компаний, которые находятся обычно в Санкт-Петербурге или в Москве. Вот, данные конверты, вроде, если не ошибаюсь, они из Санкт-Петербурга, не помню, какая компания. Минимум вы можете заказать 50 штук, то есть это обязательно. В целом где-то на всё про всё. На конкретно эти конверты я потратила около 3-4 тысяч с доставкой. Один конвертик может стоить там типа рубль или 0,60. Конкретно вот этот конвертик стоит 0,60 копеек или 0,90. Эти я не помню, скорее всего, чуть больше рубля. В общем, это очень дёшево на самом деле, но то, что покупать оптом, нужно накопить денежек. Так, давайте поподробнее. Маленькие форматы... Маленькие форматы Почта России отправляет с конвертами, то есть вы можете особо не бояться за то, что рисунок может помяться, потому что ваш конверт будет просто лежать с остальными конвертами. Ну, это я так думаю. И, надеюсь, так и есть, потому что будет глупо посылать все конверты в мешке с другими вещами крупногабаритными, так что... Ну, я думаю, это логично вполне. Вот. Но раньше, если у вас нет, например, таких конвертов, есть очень дешёвая аналогичная вещь. Это крафт-конверты, которые вы можете сделать самостоятельно. Крафт-бумагу, если вы живёте в достаточно большом городе, либо у вас есть интернет, то вы можете её заказать. Она обычно продаётся вот в рулоне, где-то в таком. Там очень много метров, и она обычно стоит до 100 рублей, может, 130 стоит, а так обычно 70 можно найти в том же Ашане или попросить в цветочном магазине, но я думаю, там не очень хорошие продавщицы, которые не захотят вам отдавать бумагу, в смысле. Вот. Можете купить крафт-рулон и просто где-нибудь найти те же самые картонки. Картонки от коробок или ещё от чего-нибудь. По крайней мере, у меня почему-то всегда есть запас картонок обычных. Это я вырезаю их обычно из коробок, крышек и всего такого. Вы можете попросить те же коробки в магазинах, электроники. В общем, можете найти их. И всё. Вы просто смотрите в интернете, как делаются конверты. Я делала очень просто. Если хотите, сделаю туториал. Просто у меня сейчас нет бумаги, чтобы показать вам это, потому что я решила отказаться от ручного труда, потому что мне очень это надоело делать. Всё руками, всё очень долго и просто. Мне не нравится. Я поэтому решила... Я решила сэкономить свои нервы, своё время. Поэтому я решила просто заказать конверты и не делать их самостоятельно. Себестоимость конвертов, как вы поняли, очень дешёвая. И рисунки доходят очень хорошо. У меня не было ни одной жалобы о том, чтобы рисунок пришёл помятый или ещё какой-то. То есть всё доходит окей, даже на почте России. Возможно, вам интересны какие-то случаи, которые у меня были с почты России. На самом деле их было очень немного, но если вам нужно такое, то я, блин, вспомнил. Вот. Короче, всё очень просто. Это для формата А6. В них я отправляла наклейки свои. Если хотите, я обновлю эту тему тоже. В этом формате я отправляю А5. Вот. Сейчас у меня почти перестали заказывать А5, так что заряд заказала. И в этом формате я отправляю А4. Вот. Он уже более такой плотный. Там очень много видов конвертов, то есть бумажные. Вот это бумажное, он потоньше. И картонные. Так что, думаю, вы сможете найти для себя что-то интересное. И также разные цвета там есть. Это просто если вы хотите сделать супер как-то индивидуальную упаковку и всё такое. А, что же у меня тут стоит? Это тубус, из-за которого вчера у меня были проблемы на почте. Но об этом попозже. В тубусе я отправляю, в общем-то, большие форматы. То есть форматы больше А4. Это А3, А2, А0, А1. Ну и, в общем, да, бесконечности. Такие тубусы я заказывала. Будет сейчас не реклама, потому что меня они не спонсируют. И зря, потому что я очень долго и давно покупаю у них эти картоны. Вот. Но покупаю их сейчас мало, потому что не знаю. В общем, вы там можете заказать тубус просто абсолютно разного диаметра, размера, длины, ширины и всего подобного. То есть там у вас просто есть вроде калькулятор, если не ошибаюсь, потому что давно уже не делал заказ. Там есть калькулятор, где вы можете выбрать некоторые, как сказать, параметры своего тубуса. И просто-напросто выбрать, какое количество вам нужно. Там как раз-таки можно заказывать просто там 10 тубусов, 5 тубусов. То есть там уже нет такой штуки, что вам обязательно придется заказывать 100 тубусов. Хотя, когда я в первый раз искала, где купить эти гребаные тубусы, я звонила во все компании, и они говорили, что у них партии только от 50 тысяч, и у них нет крышечек. Вот. А тут я нашла круговым картон и подумала, что это самое удобное, самое, грубо говоря, дешевое. В общем, такой тубус, себестоимость его может составлять около 80 рублей, 60, если не ошибаюсь. Зависит от размера и диаметра. В общем, цена приличная, вы просто можете включать это в цену портрета, вот и все. А что я хочу сказать еще? На самом деле ничего, про тубус ничего. Я советую вам заказывать тубусы с большим диаметром, потому что если вы закажете очень узкий тубус, я такие заказывала, потому что я экономила, то вам будет очень сложно закручивать сам рисунок в трубочку, и он потом будет, короче, его не очень удобно доставать, он будет просто так по стенкам, короче, прилипаться. Это просто будет неудобно и клиенту, и вам, поэтому лучше стоит потратить там пару рублей, 10, чтобы заказать диаметры побольше. Это просто мой совет. Как я ведь опытный человек, поэтому вот, возможно, вы меня не послушаете. Еще я хотела бы сказать в одном нюансе, который уже более красивый и эстетичный, то есть я купила кальку. Я купила вот такую кальку, это просто бумага, чуть прозрачная. Купила ее в Ашане, она, наверное, стоила рублей 100. Я без понятия. В общем, все очень дешево, грубо говоря, но когда ты покупаешь это все сразу, то, ну, цена приличная выходит. А еще я заказала кое-что интересное. Как вы думаете? Я думаю, вы знаете, что это такое. И очень много восковых этих штучек, которые плавятся и делаются печати из них. Вот. Заказывала я их с Алиэкспресс, буквально недавно их получила, но уже успела отправить вместе с ними заказы. То есть я делала оформление, я запаковывала рисунок в кальку, оборачивала его, делала как конвертик, потом просто делала штампик. Вот и все. И получается очень красивая и милая штучка. Вот. Кстати, на Алиэкспрессе необычные штампики стоят очень дорого, ну, в смысле 500 рублей. Я считаю, это дорого для штампика, потому что можно найти аналогичные штампики, и они стоят там по рублей 180. Сковая свечка такая стоит около 32-36 рублей. Вам еще нужна будет такая ложечка, где будете нагревать как раз-таки сам воск. Вот. Она стоит около 80-100 рублей тоже. Так что, надеюсь, вам помогло это как-то. А сейчас я хочу рассказать, где вы можете отправлять конверты и тубусы, и где, какими компаниями вы вообще можете пользоваться в России, и какими пользовалась лично я. Я знаю многие компании, DPD, Pony Express, SDEC, но это, наверное, самые интернациональные, DTL. Я плохо выговариваю, я не знаю, как они называются. Эти компании я почти не пользуюсь, потому что, во-первых, они дорогие. Даже за отправку бумаги с вас могут взять около 3000 рублей. Это не очень приятно. Последний заказ, который у меня был, там мужчина сказал, что не хочет отсылать почтой России рисунок. И он попросил у меня узнать компанию, которая готова отправить из России в его страну. И это оказалась только одна компания, две, две компании. Это DTL и Pony Express. DTL стоимость доставки составляла бы 16 тысяч. А в Pony Express как раз-таки около 3000. Это уже более-менее, потому что другие компании не доставляют, или только Почта России. Вот. Потому что, например, SDEC, он доставляет только в определенные города, и у них не везде есть пункты выдачи. Поэтому в этом и проблема. Хотя там тоже может быть выйти где-то на 1000-3000 доставка. Вот. Сама я отправляю. Чаще всего это просто Почта России, потому что это самый бюджетный вариант. Это не бьет по кошельку самого заказчика. И также доставка не такая уж и быстрая, хотя бывают задержки огромные. Я хочу вас предупредить, что есть такие случаи, когда посылка может дойти и за 7 дней, и за 2 недели. Это более-менее, если вы отправляете за границу. Но может идти больше месяца. У меня была такая ситуация, когда я отправляла рисунок в Париж, и какого-то хера он шел больше месяца. То есть, именно про траблы начались, когда сам рисунок по трекеру перешел на таможню, то ли из России, только-только в Париж прибыл. То есть, какая-то фигня произошла вот на перепутии, где Париж и Россия. И, в общем, я так и не поняла, почему посылка шла так долго. Ну, это всё. О стоимости. Какова стоимость посылки отправления? Зависит, конечно, от веса, но обычно рисунки и бумага отправляются намного дешевле по другому тарифу. Поэтому я всегда, когда прихожу на почту, я говорю, у меня бумага. Если не верят, я показываю им. Чаще всего я запаковываю конверты, потому что попадаются адекватные продавцы, менеджеры, не знаю, как их назвать. В общем, тот, кто оформляет посылку, обычно адекватные. Бывает нет. Поэтому я вам советую найти просто хорошего человека, который работает на почте, который будет вам делать всё нормально. Я слышала, что некоторым оформляют посылки подобного плана, да, там 150 грамм бумаги за 600 и 700 рублей по России. Это неправильная цена на самом деле, потому что так не должно быть. Я отправляю себе бумаги, например, такой формат или такой формат может выйти максимум на 200 рублей по России. 200-250, то есть это максимум. Плюс я включаю стоимость доставки сам конверт и просто оформление. И что я хочу вам сказать. Тубусы вы тоже можете отправлять по почте России. Если вам скажут, что нет, то скажите, я прочитала у вас на сайте, что можно. Вот. Я вам постараюсь вставить ссылку, где будет написано, что вы можете отправлять на почте России, в каких тубах, в каких пакетах и всё подобное. К сожалению, нам вчера попались не очень хорошие работники на почте. И мне это очень нравится, потому что они обычно упертые, они вообще не понимают, они не знают своих же правил, которые несёт почта России, да, которые вы можете посмотреть на официальном сайте. И проблема в том, что им сложно что-либо доказать, потому что они просто не слушают. Возможно, потому что мы маленькие, да, мы же маленькие, глупые, ни хера не знаем. Это по мнению многих взрослых людей, да. В общем, мы 10 минут пытались доказать, что мы уже отправляем такие конверты и тубусы уже около... Сколько, блин, вот сколько я делаю заказов, вот сколько я отправляю титуусы сраные, блин. И получается, они были просто невменяемые, начали там что-то... Сначала они кричали, потом кричала я, потому что она мне кричит как-то, я говорю, типа, почему вы кричите на меня? И потом я начала тоже на неё повышать голос, потому что... Ну, меня просто бесит такая ситуация на самом деле. Хотя это неправильно, нельзя кричать. Вот. Давайте. Мы начали объяснять, показывать то, что написано у них на официальном сайте. Более вышестоящей женщине, которая тоже спорила и как раз-таки не давала той девушке принять. Они обе не хотели принимать у нас тубус этот. Вот. И Ваня начал показывать, что вот у вас там тубусы. Вот тут у вас на сайте написано, что тубусы можно отправлять, и там бумага, может быть, находиться. И потом уже девушка, видимо, поняла, увидела, что там тубус у них стоит, у них там за спиной, блин. Короче, сказала, ой, ну всё, типа, отправляй. Ну, видимо, поняла, скорее всего, свою ошибку. Но та девушка всё равно начала выделываться, просила. Она до конца. Знаете, мне кажется, такие люди, которые даже понимают, что они ошиблись, они никогда не пойдут на какие-либо уступки, да? В общем, она вас отправила, они хитничали и всё такое делали. Я вам просто хочу рассказать то, что вы можете отправлять всё, грубо говоря. Если вы не уверены, то просто зайдите на сайт Почты России, удостоверитесь в информации, то, что вы действительно можете отправлять тубусы. Вы можете отправлять конверты. Если там будет бумага, это будет намного дешевле стоить. Ничего сложного в этом нету, просто, скорее всего, вам придётся просто пойти на другую почту, если вы не конфликтный человек и вы не хотите разбираться с этими женщинами, которые просто упираются в то, что они верят, в то, что они являются правдой. Хотя я так вчера и хотела сделать, потому что просто я боялась не за то, что, типа, нам придётся ещё 10 минут с ними спорить, а за то, что посылка может не дойти, может быть, она что-нибудь сделает с ней или ещё что-нибудь, и вот из-за этого только. Просто, знаете, была такая же ситуация подобная. На другой почте, когда я тоже, там, сменились работники, я пришла. В общем, была аналогичная ситуация с крафтовыми конвертами, то есть, которые делала самостоятельно. Я пришла на почту, на которую отправляла больше года, да. Но так как я уезжала в Дубай, я, то есть, там давно не была, когда уже приехала, там сменились все работники, я пришла опять туда с крафтовыми конвертами, и знаете, что получаю в ответ? Мы такого не отправляем. Я такая, вау, да что вы мне говорите, что вы ещё не отправляете? В общем, там мы тоже спорили долго достаточно, и с тубусами тоже у нас там был спор, в итоге они всё равно отправили. И всегда, они всегда пугают тем, что, ой, она по-любому вернётся, и вам придётся выплачивать и выкупать её. Какого хера? Я должна выкупать посылку, которую я отправила по верному адресу, верно оформила её и всё такое. Крафтовые конверты и всякую штуку, которую люди некоторые просто не в курсе, что такое существует, они не хотят отправлять, хотя вы можете отправлять хоть в чём. Вы не обязаны покупать их конверты, там птица парит так странно. Суицид. Не знаю, было ли полезно, и я как-то заканчиваю очень спонтанно, да, нет никакого завершения логического, но хер с ним. Давайте, я хочу провести небольшой вопрос. Мне интересно, когда вы смотрите Ютуб, в какой день, недели и во сколько времени. Для чего это? Для того, чтобы я понимала, когда будет удобнее мне выкладывать видео и удобнее вам смотреть их. Потому что я же делаю видео для вас, и я хочу, чтобы никто из вас не пропустил. Так что, напишите мне ваш ответ, и всё. Всем пока. Надеюсь, это было как-то полезно, я постараюсь оставить какие-то полезные ссылочки, если найду их и захочу оставлять. То оставлю. Так что, всем пока. И не бойтесь, наверное, отставить свои права и просто читать правила на Почти России. Вот так-то. Всем пока.